острого дня господа нажиманы с вами снова алексей пономарев и ножевая колонка мысли нажимана у нас вроде как уже похолодало и у меня к вам большой вопрос а какой же все-таки нож вы выбираете на зиму я лично считаю что нож для зимы должен быть чуть крупнее чем для лета и несколько удобнее мы же с вами все помним что летний нож это что-то небольшое это что не позволяет вашим шортам или летним брюкам съезжать ниже чем положено а вот зимой мы же все упакованные все такие на куртках на шапках на перчатках и поэтому ножи то у нас покрупнее и чаще всего довольно специфически открываются именно поэтому рядом со мной сегодня варежки и наверное именно в перчатках я буду вам объяснять какие ножи я бы для себя выбрал в холодное время года в любом случае как бы я не одевался во что бы я не одевался мне кажется что у меня на кармане вряд ли приживутся ножи которые тяжелые я не знаю почему но что-то большое увесистое страшное больше там 200 а то и не дай бог 300 грамм для меня наверное чрезмерно мы конечно понимаем что зима и вроде как лес и все на прогулках и конечно все сразу топят за всякие фиксы вот такой классический обычный фикс уже то что нам нужно зимой хорошая теплая рукоять хороший фиксированный клинок и обычно это кожаные ножны ну или хотя бы какой-нибудь большой и страшный тактик например вот такой да он тоже хорошо сидит в руке у него такая большая конструкция у него хороший харизматичный вид и огромная рукоять который позволяет в варежке в перчатке спокойно им владеть но мы же с вами в первую очередь разговариваем про городское ношение и все что за городом давайте оставим бушкрафтером ну и прочим тактикам и будем говорить о том что мы с вами находимся в городе хотя и очень сильно плотно одеты и конечно же в первую очередь мы вспомним с вами про флиперы как ни крути флипер это всегда основное что нам помогает оперировать ножом быстро аккуратно и даже в перчатках нормальный флипер отлично работает в перчатке и это очень очень хорошо но вы должны понимать в какую сторону меня сейчас все равно качнет только потому что я не говорю сейчас про ножи которые мы носим на брючном кармане мы с вами конечно же нажиманы и всегда у нас клипса висит на кармане всем видно что это нажиман но обычно куртка это что-то большое плотное и чаще всего длинные не всегда удобно тянуться в брючный карман поэтому все свои зимние ножи я чаще всего ношу в кармане именно куртки чаще всего конечно же правом наружном кармане иногда что-то ездит конечно во внутреннем но что то что нужно взять быстро что-то открыть отрезать и все не говоря о страшном ужасном извлечении вот эти все бармалейские песни быстро открыл и махнул это все давайте оставим за скобками это было модно там в 2010 году сейчас мы все понимаем что нож это обычный аксессуар инструмент на отрезать и поэтому наверное все вот эти мгновенные извлечения внешние ношения это все но такое ребячество будем говорить но как ни крути мы берем нудистов например и понимаем что это все равно холодная рукоять для меня полностью металлический нож зимой ну так себе история не всегда в перчатках я сейчас их отдел только для того чтобы вам продемонстрировать удобство или неудобство открывания всех ножей которые у меня собраны сегодня на моем пеньке и в любом случае при минусовой температуре это блин холодно и как бы я не любил вот этот самый амикус он на удивление тоже хорошо сидит в руке в перчатке хотя и скользковат вот нудистов я еще не люблю за то что обычно перчатки мои тканевые иногда вязаные иногда вот такие флисовые не суть важно все равно скользковато а если босой рукой на него идешь то все равно это блин холодно и тут наверное я начну говорить о том что на зиму я для себя выбрал бы сто процентов нож с накладками и нож с накладками как ни крути все равно первым в голове конечно же всплывает кто онтарио наше все рад да многие скажут что с перчаткой он не работает но для меня на удивление рад удобен абсолютно во всех ипостасях и я не буду никогда про него говорить никаких гадостей потому что ну блин это рад ничего ты с ним не сделаешь всегда рад это круто и шпенек до перчатки не всегда удобно но я флипую обычно с ногтя что это значит я ногтем большого пальца упираюсь под шпенек и отсюда выстреливаю то есть вот таким образом откроется всегда не знаю в рукавицах я 300 лет не ходил а в перчатки абсолютно в любой вот таким движением снизу вверх упереться вот в этот самый шпенек и просто чуть под углом 30 градусов бахнуть вот так он всегда откроется рад всегда зараза удобен во первых теплая рукоятка хороший упор это важно когда у вас флисовые перчатки с каким-то там скользящим моментом и опять же насечки вот эти под большой палец хват всегда будет хороший он не мешается в кармане он не тяжелый он довольно компактный спокойно лежит посреди мелочи обычно и поэтому конечно же он коцается но но я за то чтобы ножи все-таки пользовать я не люблю когда нож в полочном состоянии мне кажется в нем отсутствует душа нож должен работать должен работать долго уверенно и поэтому то что на нем остаются коцки от тех ключей которые лежат с ним в одном кармане для меня это все равно это нормально это все равно неизбежное использование специально я конечно по камням не валяю но тем не менее жалеть тоже не собираюсь поэтому как бы я не топил за флиперы шпеньковый нож хорошо сделанный выверенный нож он тоже классно классно работает и это полноразмерный нож достаточно абсолютно для всего функционала который может быть еще один нож который для меня в зиму почему-то прошлую хорошо отходил для меня было удивление это лузон медиум наверное потому что это флипер наверное потому что мне не очень нравится это клипса на кармане но она абсолютно не мешается в кармане я просто кидаю его в куртку и спокойно открываю что-то отрезаю и также убираю здесь довольно удобный лайнер его можно спокойно подцепить с любой стороны и в перчатках он закрывается тоже на ура это большой момент что нож помимо того что открывается нормально должен в перчатках еще по человечески закрываться многие упираются в то что открыть то нормально а вот сложить начинается вот эти вот танцы медиум лузон продолжает оставаться одним из самых популярных ножей что у нас стране что по всему миру на удивление удачная моделька получилось у колдов большой конечно для бармалеев но вот этот зашел на огромное количество карманов и я не представляю что должно случиться чтобы колты умудрились лузон снять с производства он простой недорогой удачные и еще у него есть момент ну такой абсолютно летний потому что зимой я этим не пользуюсь но тем не менее когда вы его тянете из кармана он вот этим вот хвостом вторым якобы вы его все-таки цепляется в нем получается открыть из кармана когда вот он у вас кармане сидит и вы его вытягиваете он именно этим уголком цепляется за ткань кармана и вы его открываете вот таким образом вытягивая из кармана хороший громкий бабах плюс ко всему конечно же у лузона шикарная фишка что вот этот вот есть предохранитель лайнера он никак в жизни вам никуда не сложится передвинули бегунок вперед и все насколько я подозреваю все-таки колстилы закладывали какую-то тактическую составляющую в лозоны поэтому под перчатку он выверен от и до то есть все эти упоры насечки вот этот самый бегунок предохранителя он тоже перчаткой абсолютно нормально оперируется туда-сюда хорошо сделано под тактическую перчатку в наших северных снежных реалиях под нормальную перчатку он тоже хорошо сидит ну и конечно нельзя никоим образом отвернуться от вопроса spider hole вот мой любимый родной тенейш из которой я таскаю давным-давно как он только появился в рукоятке фрн это действительно очень достойное изделие которое мне очень понравилось и из-за этих насечек тоже я уже сразу закладывался на зиму это очень ухватистая очень надежная контролируемая рукоять как вы помните у спаев сделаны насечки вот эти ромбики идут однонаправленные противонаправленные не у так сходятся к центру и это сделано для того чтобы что в перчатке что босой рукой уперевшись вот сюда вы им имели возможность нормального протяга вперед то есть укол прорез вперед фронтальный рез и все остальное все эти уголки идут вот в этом направлении и вы нормально упираетесь в тот момент когда вы извлекаете нож у вас там где-то застрял эти насечки находятся вот с этой стороны и они направлены вот сюда берем чуть дальше и тянем вот это самое усилие на туда-сюда продуманное этим самым рисунком очень классно сидит в руке именно поэтому наверное мне так и не нравился же 10 потому что он равномерно шершавый и все спайдер холл это самое отверстие всегда позволит в любой перчатке в любой рукавице взяться и нормально открыть конечно тут помогает клипса потому что именно тремя пальцами мы получается держимся за вот эту самую клипсу и открываем вот так нож ну и собственно примерно так же его и закрываем он классно открывается в перчатках и махом как я люблю и не знаю инерционно возможно тоже да через раз но получается классный нож на любое время года именно фэйреновый же 10 все любят все покупают это популярный нож да замечательно но фэйренко для меня просто маст хэв и это все 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 ножи носятся на внешнем ношении когда я хожу брожу нараспашку вот уже вторую зиму видимо я буду проводить с ножом бадюк танта у него абсолютно такая же конструкция как у лузона ношу его в поясном чехле и он сидит у меня вот так вот только чуть башки торчит именно за счет вот этих двух выступающих элементов получается его взять вот так вот шприцом вытащить это удобно в любой абсолютно варежки в любой абсолютно рукавиц то есть я вот так вот его достану всегда и везде плюс ко всему он торчит вот так вот у меня из чехла то есть его можно вытащить и так и так как угодно чаще всего конечно из чехла он достается вот таким вот вариантом чтобы еще немножко по куба танец если мало ли что ну и конечно сразу открыть для того чтобы отработать у бадюк танта нет никакой выемки здесь здесь просто ровный лайнер но в рукавице абсолютно нормально он складывается всегда он от ну открыть сложить проблемы не было ни разу ничего никогда не зажевывал все абсолютно классно оперируются в любой варежки хоть в этой хоть в любой другой но я не помню чтобы я его носил на внешнем кармане все-таки это носимый нож который на мне всегда поближе к телу а снаружи какой-то работяжка ну там я не знаю чаще всего ну встречался действительно лузун главное что хочется сказать то что вы заводите себе нож для зимы с теплой рукоятью для внешнего ношения в куртке во внешнем кармане он там мерзнет бедолага это не отменяет ни в коем случае того чтобы нож был у вас еще и на кармане и на поясе но у меня в среднем с собой 3-4 ножа помимо всего остального они все в варежках и перчатках должны нормально оперироваться и даже например моя бритва тоже спокойно со мной ездит ходит бродит и за счет вот этого темляка вот этого чехольчик она тоже может лежать и в брючном кармане и во внутреннем кармане и во внешнем кармане в сумке где угодно я всегда смогу за этот самый темляк ее вытащить и взять в руки сразу чтобы что-то там нашинковать но конечно исходя из того что это полностью металлическое изделие это скорее всего будет происходить где-то в помещении хотя опять же перчатка достали отрезали убрали не знаю как и что но бритва со мной зиму эту проживет точно большая маленькая черная белая неважно очень достойная штуковина и в перчатке тоже классно лежит никуда никогда у вас не выдернется никуда не съедет потому что хват у нее абсолютно адекватный для любого отреза нареза и всего остального в городе же мы как в куртке в магазин пошел там я не знаю до стоянки и со стоянки еще как-то собакой погулять и нож все равно с собой нужен на внешнем ношении так чтобы он был под рукой не для того чтобы мгновенно отрезать и рубить а для того чтобы просто иметь возможность быстро достать нож в случае чего ну всяких же истории у нас с вами хватает когда нож нужен был быстро в любом случае очень топлю за мирное применение ножа за то чтобы вы их носили правильно и пожалуйста пишите в своих комментариях какие ножи вы выбираете в холодное время года потому что летом как я уже говорил маленькие тоненькие легонькие и можно там творить все что угодно а зимой все-таки как ни крути поправка на температуру в первую основную очередь они на легкость и на удобство ношения нож с собой должен быть лучше когда их два идеально когда три с вами снова был алексей пономарёв рассказал вам всякие интересные ножевые пономарёвости как я сам выбираю ножи на зимнее время года подписывайся на канал у меня интересно до новых встреч до новых встреч